Друзья, приветствую всех на канале, с вами Морл Хиро и сегодня на очереди видеоролик, в котором мы вместе с вами протестируем то самое новое устройство на шафта, которое называется поджигающая фокусировка. Если в свою очередь ждали подобный видеоролик, не забывайте обязательно поддерживать пальчиком вверх, также если вы первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики, ну и заодно в комментариях после просмотра нового видеоролика делитесь своими комментариями. Кстати, это устройство лишь пока что доступно с ультра контейнеров, поэтому лишь единственный шанс как раз таки выбить, выполнив миссии, либо купив спецоположение в магазинчике. Также напоминаю о том, что на канале, друзья, проходит розыгрыш по моему личному тегу создателя контента, а именно Immortal, привязываясь в настройках аккаунта и участвуйте в розыгрыше на большое количество кристалликов, а именно полтора миллиона, ну и помимо кристалликов вместе с вами разыграем 10 тысяч танкойнов. Вся подробная информация есть в нашем дискорд сервере, присняйтесь, разбирайтесь, но и также не забывайте заполнять ту самую форму, которая есть в описании под нашим роликом. Но я вам желаю успехов и побед, и потихонечку уже будем выдвигаться в первую очередь в гараже. Кстати, интересно было бы узнать параметры этого устройства, потому что на Википедии как раз таки ничего пока момент записи нашего видеоролика не опубликовано. Написано, каждый выстрел в снайперском режиме поджигает цель. Цель, получившая критический урон, также поджигается. То есть мы как и снайперским режимом, я так понимаю, да, из как раз таки текста, который нам написан, также и во время критического урона просто навскидку также можем поджечь. То есть у нас достаточно очень неплохой вариант для того, чтобы нашего противника поджигать на дистанции. То есть это, друзья, пушка в большой дистанции, но при этом имеет подобную механику нашей пушки огнемет. Понятное дело, что вполне огнеметик в этом случае может переиграть шафтамина в ближний бою, но поскольку мы имеем пушку большой дальности, мне кажется, в таком случае шафтик должен себя показывать на ура. Тем более в прицельном режиме, когда вы переходите как раз таки и накидываете урон по противнику, по итогу он еще и с поджигом остается, тем самым дополнительный урон точно вам в этом случае не помешает. Ну что же, давайте, наверное, пытаться, и уже несколько противников даже поджег. Не такие, мне кажется, серьезные теки были в плане урона. Но сейчас мы это вместе с вами выясним и разберемся. Как минимум, мы одного второго разобрали. Давайте шафтика еще также переиграли. Высненько жигу попробую переиграть. Ну и в целом, пока что вроде как очень все получается неплохо. Понятное дело, что шафтик это все же пушка большой дальности в моем случае. Я, конечно, игрок, который, как вы понимаете, часто атакует, где-то находится на стрель-атаке. Но, как возможно, я предпочту и попробую таким образом и реализовать наше вооружение. Кстати, оп, а ну там домик, сажать, текстурка мне домика помешала выцелить нашего оппонента. Давайте, наверное, точку захватывать как можно скорее. Заодно накинем по хоречку урончика. Вот такого 871. И поджиг, по идее, должен у нас вылетать как раз-таки за счет критического урона, который, к сожалению, пока что вот в случае Харька не вылетел. Можно, как вариант, брать, наверное, какого-нибудь диктатора, который поджигает нашего противника. Но, может быть, мы это сделаем ближе к концу матча. И пока что хочется поиграть именно на коверт корпусе, который в случае шафтика, кстати, подожгли. Очень неплохой вариант для того, чтобы эффективно себя чувствовать и уверенно в таком случае. 95%-ка, друзья, обердрайвика, который быстренько копится в случае нашего корпуса Крусейдера. 1200 поджигаем. Точнее, 2400 даже. Ого! Ну, видимо, противник был без брони. И в итоге разбираем. Против нас вроде команда неплохая. С нами, конечно, пока что не сильные самые серьезные ребята играют. Не самые сильные. Но будем стараться и побеждать Крусейдеру. Точнее, твинтику заряжаем. Такую хорошую сосудочку Крусейдера. Ну и пока мы держимся на фланге у наших противников. Находясь на первом месте. 8 клов я уже сообразил и сделал. Давайте, наверное, даже прицелимся. Потому что прицельный режим мы тоже не забываем, что достаточно эффективный в случае пушки шафт. Ну и, конечно, который также имеет возможность поджигать. То есть противник, если даже хотя бы с резистом от вас, то вы уже можете переходить в прицельный режим. Наносить по нему, в принципе, неплохое количество урона. Плюс поджигаете. Если поджигаете, как минимум уже оставляйте наверняка без аптеки. А может быть в таком случае он просто догорает. И мне кажется, в таком амплуа, конечно, шафтик может себя раскрывать совсем по-другому. Вне зависимости от того самого баланса, который в нашей игре находится. То есть в некотором плане это все же должна быть имба. Довольно неплохая для игроков, которые играют как раз-таки на этой пушке шафт. Я в своем случае на шафтике редковато играть 1200, друзья. Все, он горит. Ну и сколько у нас тиков? Примерно 4 тика по 150 урона. То есть в сумме где-то около 600 урона вы дополнительных получаете в случае подобного устройства. Против резиста это хороший вариант. Когда ребята без резиста играют, в принципе, тоже неплохой бонус. Да, когда они горят, как раз-таки им приходится уже брать в своем случае не только резист от вашей пушки, но еще и эмутет от горения. Тем самым в таком случае, конечно, пушка шафт тебя показывает на ура. Просто двоих разобрали. Третьего сейчас мы нолико поставляем шикарненько. Еще страйкеру можно понакидывать. Как минимум, если мы хотим поджечь, можем прям в стопроцентный снайперский режим перейти. И вот таким образом поступить. Даже уничтожая противника 1700, даем против 2 ареса, которого мы уже поджигаем одного, как минимум. Ну и давайте сейчас быстренько страйкеру опять же накидывать, потому что остается он как минимум без аптеки, пол КП. Ну и в итоге его вроде бы наши ребята должны добирать. Надо, кстати, резист, наверное, взять от страйкера, скорпиона и огнемета. А как вариант, потому что подобные пушки против у игроков есть, используются. Поэтому давайте так и поступим. Жига, страйкера. И что я там и говорил? И жига страйкера. Третью, честно говоря, забыл. Огнемет страйкера. Что же мы можем взять? Вот так всегда. Вот берешь гаражик, заходишь и не знаешь, что добавить. Так, Магнума там не было, рельсы. Давайте Скорпион. Наверное, Скорпиончик все же там присутствовал. Да, Скорпиончик имеется, хоть и один. Не самый страшный, конечно. В этом случае, раз он там один мешенок. Но все же, думаю, не лишним будет. 1300, 1700 и еще добавляем. Шикарненько. В этом случае, конечно, оппонента переграли. По точкам пока мы лидируем, не так уж и существенно. Давайте, наверное, сосульку зарядим. Вот так вот по двум оппонентам пробили. И, кстати, получается, комбинации смотрятся очень неплохо. Почему? Потому что мы сосулькой замораживаем, мы сосулькой пробиваем, мы шафтиком поджигаем. Ну и наносим те самые классальные цифры, как и вердрайм, так и пушкой. Поэтому, мне кажется, это какая-то новая, наверное, комбинация, которая себя будет чувствовать на протяжении определенного количества времени. Очень даже достойно. До момента, конечно, когда разработчики не поймут, что этого устройства много в нашем матчмейкинге. Ну и который, конечно, преобладает над оппонентом в боях. Так, ну точку наш решил парень не захватывать. А, он решил вернуться от Скорпиончика. Но, поскольку уже ракета начали залетать 100%, то вернулся и нам помогает захватывать точку. Кстати, Скорпион тоже играет с поджогом. То есть эффект поджога достаточно часто в нашем матчмейкинге. И поэтому можно винить достаточно часто и эмутет от него. Но, с другой стороны, это, как минимум, точно не лишний бонус. В случае подобной пушки, которую у нас сегодня на обзоре, это Шарт. Так, Крусейдер, Чниароса мы разобираем. Быстенько с нашими противниками, точно союзниками. Переиграли, подожгли. Ну и давайте, наверное, точку захватывать. В принципе, сейчас у нас уже 20 килов. То есть мы сыграли вроде не так много, но при этом уже набили достаточно многие килов в сравнении с нашей командой союзников. И это, как минимум, уже показатель. Давайте, наверное, быстренько выцелим вот так вот. Какого-нибудь противника. Быстенько Араса разбираем. Хантера, быстренько можно еще и поджечь попробовать. Которую с Убердрайвиком. Шарик Араса выпускается, мне кажется, в некуда. Потому что, в своем случае, я успеваю убежать. Ну и давайте в прицельный режим перейдем. Сейчас салим Хантера, быстренько, шустренького таким образом. Ну и твинтику подокидываем. Он хоть остается там с аптечкой, но, как минимум, если наши ребята будут помогать. Да, без аптеки остались. Разобрали шикарненько. Давайте Сосулечку еще попробую выпустить. Но и Сосулечка в этот раз я уже не попадаю. К сожалению, не так часто играю на крюсейдере, который в моем случае сегодня используется. Но попытка была, мне кажется, неплохой. Но, к сожалению, не вышло. Не фартануло. Не навелась Сосулечка. Наверное, нужно было неким образом постараться раскачку сделать. Но я этим опытом еще не обладаю. Так, 1200 вроде там, плюс еще ребятам аптеку мы сбили. Неплохо. Ну и Хантера, который с овердрайком выдвигается в центр. Мы попробуем сейчас в прицельном режиме его разобрать. Но, к сожалению, твинтс. Твинтс, который оказался рядом. Что-то наша команда очень сильно проседает. Если поджеском посмотреть, мне кажется, наша команда все уже немного хуже смотрится. Да и по точкам уже начали отставать. Но, надеюсь, что мы сейчас соберемся и сможем перегорать оппонента. То есть, сейчас вылетел Крит 1200 по противнику, который с резистом. И еще мы подожгли. То есть, реально Харька, какой-нибудь легкий корпус практически мы переиграем просто с одной тычки. Даже с резистом. Это очень жестко. Так, точку эту, наверное, забирать буду. Наши союзники надеются, что хотя бы одну точку какую-нибудь тоже придержат, либо заберут. Поскольку такими темпами мы наверняка можем и отдать противнику бой. Давайте в центр выдвинемся. Наш страйкер, видимо, не читает нужную точку захватывать. Это печально. Попробуем нашу союзнику, может быть, помочь. К сожалению, не попадая. Достаточно неудачная позиция от меня была. Можно было просто отъехать и забирать. Как минимум нашего оппонента на аресе. Но попытка, как говорится, была не пыткой. Поэтому что-то мы попытались сделать с нашим противником. Так, давайте кантра быстренько. Попробуем разобрать. Наверное, даже на точку можно выдвинуться. Но я такой шафт, знаете, который по большей части в атаке, где-то на стрее. Поэтому, в моем случае, может быть, я не так эффективно играю на пушке шафт, которую вы за собой подразумеваете. Которая должна стоять, накидывать урон задалека. Я все же ее использую, наверное, как пушку для атаки. А та, которая имеет, возможно, в случае устройства, как раз-таки, трипл-шота, возможность подобную. Но у нас сегодня иное устройство, которое в этом случае, конечно, не имеет той эффективности. Но, в принципе, если грамотно отыгрывать, то можно занимать достаточно близкие позиции к вражеским танчикам, которые против вас отыгрывают. Так, давайте арусов, если не накинем вот таким образом. 1116 плюс поджог, да? То есть, ребята, как раз-таки, горят. И мне кажется, кстати, поджог, возможно, зависит от того количества урона, которое ты нанес в снайперском режиме. Хотя, я в этом пока сомневаюсь. Просто странно как-то, что игрок горел не по 150 условных, да, урона единицу в секунду. А все же по 106, по-моему. Так, ну я, к сожалению, наверное, упаду. Вот это, конечно, занял позицию на хувертанке. Еще у меня скорпиончик, который выцелил. По точкам немного начинаем догонять противника, но при этом точки, к сожалению, наш оппонент забирает. И в большом количестве нам нужно как-нибудь поскорее их отобрать. Сосулечка у меня имеется, поэтому сейчас мы должны переигрывать нашего противника без проблем, как минимум, одного. Вот таким образом 4000 урона хороших. Харючек переворачивается на ровном месте. Боди 97-го года распоряживался, видимо, парень. И давайте при цельном режиме попробуем Арос вот так вот накинем. Да, и теперь уже, кстати, по 300 урона в некоторых моментах горит противник. Но, проезжав ДАшку, наверное, уже урон как раз-таки по нему понижается. Так, наш Афтик уже проезжался также с овердрайвиком. Давайте центр, наверное, наши ребята должны захватывать, хотя поможем все же, потому что твинс опасный проезжает на фланг хотя бы. Ну, придержим, чтобы он не поехал, да, если поедет, то, наверное, такую плюшечку по себе же получит. Ну, и Жигу было бы отлично разбирать, шикарненько разбираем. Точку должны, надеюсь, что мы захватываем, тем более в Ашафте, который поджигает. 31 киломенца. Ну, и Харючку давайте попробуем также накинуть. Хорошо, подожгли 1300, все, он горит. Дальше остается как минимум без аптечки, да, пришлось ему активировать. Ну, и, конечно, добраться до нас ему будет не так уж и просто, не имея аптеки в запасе. Давайте вот таким образом прицелимся, 1400, поджигаем, уничтожаем, просто без проблем. Харючка поджигаем, уничтожаем, шикарненько. То есть мы разобрали реально несколько оппонентов, и при этом наша команда вроде как чуть больше точек захватила, чем наш противник, но этого мало. Нам нужны хотя бы три точки, чтобы мы могли переиграть. Давайте Хантера быстренько подожгли, догорел противник наш. В итоге мы можем, наверное, пытаться захватывать ту самую точку, которая находится уже на мосту. При этом теряем точку, наверное, центральную, хотя я могу попытаться свестись по Харючку. Главное, чтобы мне прицел союзник не сбивали. Шикарненько, разбираем. То есть засейвил центральную точку, которая в нашем случае теперь под контролем нашей команды. Ну и я, наверное, погибаю, поскольку ребята реально сверились по мне с Корпиончиком. Хотя я могу взять эмутет какой-нибудь, интересно. То есть поджиг, наверное, все же от поджига. Поскольку там и огнемет поджигает, и Скорпиончик поджигает. И в этом случае, конечно, если от вас уже берут эмутет, ваша пушка, в принципе, стабильно может, опять же, носить урон. Тот самый, который в случае стандартного устройства она могла носить. Но при этом только без поджига. Либо с поджигом, но не таким эффективным, как это было бы ранее. 2000 урона, просто красивенький прострельщик, который позволил нам противника разобрать. Шикарненько, разбираем. Ну и давайте сосулечку, может быть, зарядим. По тому оппоненту, который точку пытается как минимум захватить. А твинсика, который позади, возможно, если потребуется, мы уже в предстоительном режиме попробуем вместе с вами переграть. 900 урон даю. Наш уради оставляет его на 0 хп, поэтому добивает. Шикарно, эту точку будем придерживать под собой. Ну и попытаемся, наверное, все же Харючка разобрать. Шикарненько, наверное, распредправляем. Давайте, наверное, Арос еще попробуем понакидать 2000 урона. Желательно, чтобы наши ребята попытались захватить верхнюю точку. 51 точка за нами, остается полторы минутки. Поэтому нам нужно по максимуму стараться сейчас как можно больше точек держать под контролем своим. Так, и мутетик у нас есть, поэтому уже проще гораздо играть против огнеметика, который теряет очень много времени для того, чтобы нас переиграть. Тут, к сожалению, не самая приятная Тесла, которая оказывается перед нами. Но хотя бы пол хп ей оставляю. Пока доберется, мы, наверное, точку еще как минимум будем удерживать. И плюс получает за нее, конечно, очки командные. Ну и на левом фланге надо помочь нашим союзникам, которые пытаются Хантера переграть. Вот таким образом быстренько сливаем. Был бы отличный качуароса перегравить. 24, кстати, поджигаем неплохо. Сейчас должны, наверное, добивать, да, шикарненько просто с эффектом поджигаем. И в этом, конечно, огромнейший-огромнейший просто плюс нашего шафта с новым устройством. Так, точку мы должны забирать. Думаю, что шустро. Давайте поможем нашему также союзнику на центре, возможно, переграть Теслу. Было бы хорошо, чтобы они тоже нам помогли, потому что по точкам мы немного проседаем. Хотя, по счету общему, вроде, у нас есть запас определенный. Ну и ребята там голдики уже предпочитают брать. Видимо, понимая, что битва, к сожалению, в их случае уже проиграна. Харючка еще одну переиграем. Ну, блин, друзья, 900 очков, 42 кила на шафте, на котором я не стою, а активно двигаюсь. Это очень неплохо. Мне нравится. Вот реально с таким шафтиком, даже и мне, игроку, который не любитель на шафте играть, очень приятно отыгрывать. 61.45 килов, но и в целом у наших противников, наверное, шансов уже никаких в таком случае. Поэтому, друзья, делитесь своими комментариями обязательно в чате, что вы думаете об этом устройстве. У нас, кстати, еще и картинка итогового результата немного уже другая, отличающаяся от наших предыдущих версий. Поэтому будет также интересно узнать, что вы об этом всем думаете, потому что реально наши разработчики в этом направлении тоже стараются и развивают нашу игру. 44 кила по итогу, 945 очков. Мы играли против команды, которая, мне кажется, в плане прокачки GS чуть получше была. Ну и количество игроков в нашей команде чуть было поменьше на одного игрока и при этом справились, даже выиграли матч. Поэтому, друзья, жду ваших комментариев обязательно под этим видеороликом. Также не забывайте поддерживать видеоролик пальчиком вверх. Если хотите какие-нибудь еще обзоры на канале, ведь обязательно об этом пишите в комментариях. Ну и также, если вы были первые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня. Ну и до скорых встреч.